Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля 2020 года. Предложение о дате проведения голосования по поправкам в основной закон России поддержал президент Владимир Путин. Известно, что этот день станет нерабочим. Об этом накануне сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Он отметил, что в неочередной выходной день должен быть оплачен работодателями. У граждан будет достаточно времени, чтобы ознакомиться со всеми предполагаемыми поправками, а у цикла других комиссий организовать голосование. Чтобы все желающие могли принять в нем участие, передают ТАСС слова Крашенинникова. Напомним, внести изменения в основной закон России президент Владимир Путин предложил в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию 15 января. Для выработки поправок была создана рабочая группа. Для будущих политиков и законотворцев объявлен новый конкурс «Лидеры России. Политика». Об этом сообщил первый замруководитель администрации президента Сергей Кириенко. Новый конкурс является отдельным направлением проекта «Лидеры России», предназначен для людей, желающих заняться общественно-политической деятельностью и участвовать в выборах в представительные органы власти. Если отборы обучения кадрового резерва для исполнительной власти в конечном итоге приводят к назначениям на определенные должности, то с представительной властью все гораздо сложнее, поскольку назначить нельзя. Только люди могут избирать, сказал Сергей Кириенко. Поэтому в новом конкурсе оценят социальную ответственность и определенный социальный багаж конкурсантов. Зарегистрироваться и узнать подробную информацию о проекте можно на сайте политическиелидеры.рф. Регистрация продлится до 16 марта, а в марте-апреле участники выполнят на сайте конкурса задания дистанционного этапа. После пройдут очные полуфиналы, а в мае состоится финал. Столицу Заполярья с рабочим визитом посетила генеральный консул ФРГ в Санкт-Петербурге Эльте Адерхольд. В рамках рабочей поездки она посетила ряд образовательных и культурных объектов, в том числе среднюю городскую школу номер один, а также Ненецкий краеведческий музей, музей-заповедник Пустозерск, этнокультурный центр и центр арктического туризма. Также состоялась рабочая встреча с заместителем губернатора Ненецкого округа Юрием Бездудным. Стороны обсудили сотрудничество в сфере культуры и образования. По мнению Эльте Адерхольд, оно может стать возможным в рамках года Германии, проходящего в России в 2020-2021 годах. Заместитель губернатора Юрий Бездудный отметил актуальность такого взаимодействия. Мы открыты к сотрудничеству по самым разным направлениям, и поскольку в России проходит год Германии, мы с удовольствием могли бы подключиться к этой программе в части культурного обмена. У нас есть свои замечательные национальные коллективы, для нас это представляет большой интерес. Кроме того, у нас не так много детей, изучающих немецкий язык, поэтому можно рассмотреть возможность обмена школьниками. Им было бы полезно оказаться в языковой среде и познакомиться с культурой Германии, пообщаться с носителями языка, отметил Юрий Бездудный. В ближайшее время профильные специалисты Ненецкого округа и представители Генерального консульства Федеральной республики Германии в Санкт-Петербурге определят конкретные проекты по сотрудничеству. Региональные операторы по обращению с ТКО разъяснили порядок оплаты коммунальной услуги. Как сообщается на официальном сайте окружной администрации, сейчас продолжается работа по доставке квитанции на оплату услуг за вывоз твердых коммунальных отходов за январь. При этом пени за возможное нарушение сроков оплаты взыматься не будут. Напомним, за вывоз мусора в Нарьинмаре, поселке Искателей, Красном и Тельвиске отвечает комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию населения. Оператором из сельских поселений Ненецкого округа выступает Севержилкомсервис. Квитанции для населения готовят именно эти организации. Как пояснили ответственные лица, платежные документы разослали еще не всем потребителям. По квитанциям, которые уже дошли до жителей Нарьинмарской агломерации, произвести оплату можно только по реквизитам через терминалы Сбербанка или непосредственно через операционные окна банка. Жители сельских населенных пунктов, входящих в зону ответственности Севержилкомсервиса, получили квитанцию на оплату коммунальной услуги по сбору и вывозу мусора в начале февраля. Напомним, Ненецкий округ вступил в реформу по обращению с ТКО с 1 января 2020 года. Она предполагает, что с этого момента за всю технологическую цепочку обращения с твердыми коммунальными отходами, а сбора на контейнерных площадках до размещения на полигоне будут отвечать региональные операторы. С 1 сентября текущего года горячее питание для всех учащихся начальных классов станет бесплатным. Речь идет о тех школах, в которых есть технические возможности для приготовления полноценных обедов для детей. Остальные школы должны перейти на новую систему до 1 сентября 2023 года. Соответствующий закон был принят Государственной думой в третьем окончательном чтении. Готовность региона к реализации закона обсудили на совещании с участием депутата Госдумы от Ненецкого округа Сергеем Коткиным, вице-губернатором Натальей Сидоровой, окружными депутатами и координатором партпроекта «Новая школа» Татьяной Бадьян. Встреча состоялась на базе четвертой школы. Перед началом совещаний делегация во главе с Сергеем Коткиным побывала в школьной столовой, по словам директора образовательной организации Веры Кременской. За одну перемену здесь питаются порядка 250 детей. Порядка 70% от общего количества учащихся школы питаются в столовой бесплатно. К ним относятся дети с ограниченными возможностями здоровья, ребят из малообеспеченных или многодетных семей. Остальные обедают самостоятельно или на условиях софинансирования. В сутки на одного ребенка горячее питание в школьной столовой обходится семье в 49 рублей. Столько же доплачивает округ. С нового учебного года все учащиеся начальных классов будут питаться бесплатно. Принят федеральный закон по детскому питанию, по начальным классам. Пока что по начальным классам давно мы об этом говорили. Предлагалось стакан молока. Но мы всегда наставили на том, что это должен быть не стакан молока, а полноценное горячее питание с горячим вторым, горячий напиток. Поэтому в эту региональную неделю было поручение председателя Государственного федерального собрания с тем, чтобы мы на местах посмотрели готовность региона к полноценному питанию детей, прежде всего начальной классы. Напомню, ранее предложение по обеспечению школьников с 1 по 4 класса бесплатным горячим питанием в послании федеральному собранию огласил глава государства Владимир Путин. Предполагается, что средства на эти цели будут поступать в том числе и с федерального бюджета. Впрочем, это не относится к регионам-донорам, в числе которых и Ненецкий округ. Отмечу, что введение бесплатного горячего питания для школьников 1-4 классов будет поэтапным, начиная с 1 сентября 2020 года и вплоть до 1 сентября 2023 года. С 1 января 2020 года в силу вступили все положения нового федерального закона, который требует выпускать в прежние места обитания выловленных животных после стерилизации и других процедур. Первые выпуски собак прошли и в Нарьинмаре. Возврату в прежние места обитания подлежат животные, не проявляющие немотивированную агрессию. Такие меры обусловлены высокой загрузкой пункта временного содержания животных. У каждой такой особи специальная клипса на ухе. Как будут вести себя животные, оказавшиеся на воле, без казенной еды и места укрытия, не будут ли они сбиваться в стае или пытаться навредить людям. На эти вопросы нет ответа даже у специалистов. Подобная практика теперь будет применяться во всех регионах страны. 10 тысяч тюльпанов голландских сортов распустятся к весеннему празднику в Нарьинмаре. В тепличном комбинате «Солнышко» приступили к срезке первых цветов. Уже началась их реализация населению. Традиционно в тепличном комбинате «Солнышко» высаживают порядка 13 наименований голландских тюльпанов. В этом году их около 10 тысяч штук. Обычно тепличный комбинат работает в соответствии с заявками. Тюльпанов выращивают столько, сколько гарантируется реализации. Получается примерно 4 пятых от всей партии цветов это заявки организации. Основной наплыв покупателей ожидается здесь в преддверии праздника. Кроме того, тепличный комбинат ежегодно выращивает порядка 3,5 тысяч цветов в горшках. Эта продукция пользуется большой популярностью. КОНЕЦ